МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что считать началом войны? В 3.30 22 июня немцы атаковали границы СССР. В 5.30 Германия объявила Советскому Союзу войну. В начале первого о немецком вторжении сообщил по радио Молотов. Можно отсчитывать от чего угодно. Но одно бесспорное. Война началась 22 июня 1941 года. ВЗРЫВ Это украинский городок Устилук на Волыне. Также тихо и мирно здесь было вечером 21 июня 1941 года. ВЗРЫВ Пограничная река Западный Бук. На той стороне уже были сосредоточены основные силы группы армий Центра. Перед немецкими войсками стояла задача уничтожить передовые части Красной Армии и выйти на стратегическое направление Луцк-Киев. Тихий Устилук попал точно под удар танкового кулака вермахта. Направление наступления немцев было обозначено четко. Артогнем и бомбежкой от Устилуга до Владимир Волынского. Оперсводка об обстановке 22 июня, 5-я армия. Противник приступил к форсированию реки Бук на участке Любомиль-Владимир-Волынский. Артогнем обстрелян Устилуг и Владимир Волынский. Часть погранзастав была уничтожена уже к 4 утра. Те, кто уцелел, приняли бой. Командир 13-й заставы, лейтенант погранвойск НКВД СССР Лопатин организовал оборону так, что немцы не могли прорваться на его участке 11 дней. Противник прошел только после того, как на заставе не осталось ни одного живого пограничника. Ни одна советская застава не отошла без приказа. Ни одна застава не отошла без боя. Ни один пограничник не поднял руки. Вот это вкладыши из нагрудных медальонов. Зеленая полоса значит «пограничник». Это медальоны тех, кто остался на берегах западного Буга. Вот через этот мост солдаты вермахта в пятом часу утра бросились в Устилок. Пограничники 4-й погранзаставы под командованием лейтенанта Чумовицкого выбили немцев. Атаки возобновлялись несколько раз. Однако только после того, как немцы ввели в бой танки и тяжелую артиллерию, им удалось ворваться в Устилок. На окраине городка немцы попали под огонь гаубичного артполка. Удар советских батарей был таким, что наступление не просто замедлилось. По воспоминаниям тех, кто выжил после артобстрела, отдельные немецкие части демонстрировали элементы паники. Вырвавшись на шоссе Устилук-Владимир-Волынский, немецкие части попали под прямой огонь вот этих дотов. Владимир-Волынского, укрепрайона и отдельного артиллерийского дивизиона майора Фарафонова. Доты были расположены по обеим сторонам шоссе и могли перекрестным огнем сдерживать пехотные части противника, пока хватало патронов. Каждая такая бетонная коробка, вооруженная лишь парой пулеметов «Максим», представляла собою маленькую крепость, покидать которую защитники не собирались. Белых тряпок над дотами не поднимали. За первые четыре часа войны немцам на направлении главного удара группы армий «Центр» удалось пройти не более шести километров. В тылу у них продолжали драться пограничники и гарнизоны дотов. Это польский город Пшемышл. В 1941 году восточная часть называлась Перемышл и принадлежала Советскому Союзу. На западном берегу реки Сан была уже территория Рейха. Со своей стороны немцы внимательно наблюдали за всем, что происходило в советской части города. Правобережные Перемыши должны были захватить подразделения двух дивизий при поддержке артиллерийского полка. В ночь на 22 июня здесь, во дворе монастыря Бенедиктинок, стали накапливаться штурмовые части. Им ставилась задача захватить железнодорожный мост через Сан и обеспечить прорыв в город главных сил. В три часа прошел последний товарный поезд из Советского Союза. В три часа тридцать минут в советской части Перемышля разорвались первые снаряды. Под прикрытием артогня немцы бросились к мосту. Немцы неоднократно бросались на мост. Но каждый раз пять пограничников лейтенанта Нечаева заставляли их отступить. Немцы попытались переправиться через Сан по понтонным мостам. Однако немедленно попали под перекрестный огонь советских дотов и комендантских рот. Между советской и немецкой частями Перемышля началась артиллерийская дуэта. Немцы вели огонь по всем объектам, где могли находиться советские наблюдатели, корректировщики или пулеменщики. К утру подразделение пограничников, обронявшее мост, перестало существовать. Когда немцы все же смогли переправиться через Сан, единственный оставшийся в живых командир отряда лейтенант Нечаев взорвал себя вместе с окружившими его гитлеровцами. Немцы начали продвигаться вглубь города. Ближе к полудню немцам удалось занять центральную часть Перемышля. Только центральную, так как на окраинах города по-прежнему дрались пограничники и гарнизоны советских дотов. Черноморский флот огнем отбил первые налеты немецкой и румынской авиации. Все попытки немцев и румын ворваться на территорию СССР заканчивались неудачей. Бойцы 79-го погранотряда раз за разом сбрасывали румын в реку Прот. Ровно в 3.30 22 июня пограничники 86-го августовского погранотряда услышали гул летящих самолетов. Границу пересекали армады бомбардировщиков. Это было последнее, что успели увидеть многие бойцы. Приграничная советская полоса и погранзаставы были накрыты мощным артиллерийским огнем. Западный особый военный округ оказался на направлении главного удара немецкой армии. На Гродно наступала практически четвертая часть немецких сил на Восточном фронте. Командующему западным особым военным округом. Боевое донесение номер один штаба 3-й армии Гродно 4.45. Противник в 4.00 22 июня нарушил границу на участке от Сапоцкин до Августов. Бомбит Гродно, в частности, штаб армии. Артиллерия и авиация немцев расчищали дорогу танковым корпусам генерала Готта. С первых же минут войны тонны бомб были сброшены на город Гродно. Казармы воинских частей и аэродромы. 22 июня мы порастулись от удара бомбы. Немецкие самолеты бомбили и железную дорожную станцию. Помню, горел поезд, который вез танки наши. И бомбили аэродром, где созреточены были наши самолеты. Через некоторое время, буквально через секунду, открыли огонь нашим зенитной батареям. 229-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. Первые часы было сбито порядка четырех самолетов. 86-й августовский погранотряд по планам не должен был вести бои. С началом войны ему надлежало отойти в тыл действующей армии. Война сломала все планы. Когда немцы вырвались на августовское шоссе, им навстречу бросились пограничники второй погранзаставы и резервная кавалерийская застава. Короткий бой был на этом месте. Здесь ранним утром 22 июня начался бой. Против наступающих немцев насмерть встали пограничники четвертой заставы. Четвертую заставу лейтенанта Кириченко немцы не смогли взять ни в течение первых часов, ни в течение целого дня. Только к вечеру 22 июня немцы смогли пройти на этом участке дальше. Бойцы отряда Кириченко остались на своей заставе навсегда. В первые часы войны советское командование не смогло ничего противопоставить танковым клиньям Готтер. Начальник округа Павлов долгое время не имел связи ни со штабом 3-й армии, ни с приграничными частями. Она была выведена из строя первыми же бомбовыми ударами. Однако наступавшие немецкие пехотные части серьезно споткнулись об укрепление Гродненского укрепрайона. Здесь, на берегах Августовского канала, им пришлось остановиться надолго. На южном фланге группы армий «Центр» были развернуты 4-я армия и 2-я танковая группа генерал-полковника Гудериана. Они должны были прорвать оборону по обе стороны Бреста и, соединившись в районе Минска с танками Гота, окружить и уничтожить войска Западного фронта. В полку была объявлена тревога. Над аэродромом появился одиночный немецкий самолет, который обстрелял стоянку самолетов. Для того, чтобы посадить нарушителя, взлетели мой командир звена Федор Иванович Мачалов с двумя другими летчиками. В районе Бреста Федор Иванович Мачалов со своими товарищами догнали самолет противника. И после того, как стрелок фашистского самолета открыл огонь по нашим истребителям, они решили сбить его. Я твердо убежден, что это был первый фашистский самолет, сбитый с началом войны. Когда наши товарищи возвращались на аэродром, Федор Иванович Мачалов сказал, что он видел, что Брест горит, что через Бук идет артиллерийская перестрелка, то, видимо, началась война. Брать сам Брест предстояло 45-й пехотной дивизии. Это западный, он же пограничный остров. Посторонних сюда не пускают. Это госграница. Здесь несли службу пограничники 17-го Брестского погранотряда. Самый первый удар немцев пришелся именно по ним. Вот по этим людям. После первого артобстрела острова и территории Брестской крепости сюда, в Тереспольские ворота, бросились штурмовые группы врага. В самой крепости тоже начался бой. Прорвавшаяся в цитадель через Тереспольские ворота штурмовая группа немцев была частично уничтожена пограничниками 9-й заставы лейтенанта Кижеватова, а частично блокирована в помещении клуба, там, где сейчас церковь. Так началась знаменитая оборона Брестской крепости. В Москве, кроме нескольких десятков человек, никто не знал, что происходит на западе страны. Улицы, парки были заполнены народом. Люди спешили с толком использовать единственный выходной день недели. Диктор всесоюзного радио Ольга Высоцкая вспоминала. День был солнечный, ликующий. Вдруг мы по радио услышали слово «война». Казалось, что опрокинулось небо. Именно опрокинулось небо, что произошло что-то непоправимое. Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это была речь Молотова, навсегда разделившая всю историю нашей страны на «до» и «после». Это была речь, ставшая началом войны для миллионов людей. Но день 22 июня этим не закончился. С середины дня 22 июня по наступавшим немецким войскам стала активно работать советская авиация. Да-да, та самая авиация, которая якобы была уничтожена на аэродромах в первые часы войны. А вот выписка из немецкого журнала боевых действий о поведении уничтоженных советских ВВС. На путях движения 1-й и 6-й танковых дивизий южнее Луги сохраняется господство противника в воздухе. Вражеские штурмовики охотятся за отдельными машинами и солдатами. Ранен командир 1-й танковой дивизии. Здесь, на августовском канале, продолжал драться 10-й ДОТ 2-го опорного пункта. Только после того, как пехотные части прикрытия были выбиты, штурмовым отрядам немцев удалось подойти к ДОТам вплотную. В крыше с помощью зарядов были пробиты отверстия, внутрь залили бензин и бросили гранаты. ДОТ выгорел изнутри вместе с гарнизоном. После полудня немцы вышли к берегам Немана в окрестностях Гродно. Вот здесь их встретили курсанты пограничной школы. До сих пор по берегу тянутся оплывшие линии траншей. Здесь было пулеметное гнездо. Немцы неоднократно пытались переправиться через Неман, однако раз за разом курсанты отбивали атаки. Они отошли только, когда возникла угроза окружения. К вечеру 23 июня Гродно пал. Путь на Минск был открыт. В тылу у немцев оказались части 3-й и 10-й армии. Их ждало уничтожение. В течение дня 22 июня немцы неоднократно пытались штурмовать Брестскую крепость. Здесь у Холмских ворот бойцы комиссаров и Мина снова и снова бросались в контратаки. Уже потом подсчитают, что 5% всех потерь первого дня войны немцы понесли именно в боях за крепость. А здесь держали оборону бойцы 132-го батальона конвойных войск НКВД. Ребята, которых никто никогда не учил вести бой, сражались до июля. Эта знаменитая надпись была сделана на стене именно их казармы. Западный остров будет драться еще несколько дней. Пока крепость и ее форты отбивали атаки, в первые же часы войны танки Гудериана обошли Брест и рванулись на восток, сметая сопротивление советских частей. В Белоруссии и Прибалтике разворачивалась грандиозная катастрофа. После первых четырех часов войны немецкие танковые части вырвались на стратегическое шоссе, идущие на Владимир-Волынский, и дальше на Луцк и Киев. Советское командование должно было любой ценой их остановить. Навстречу частям вермахта уже спешили красноармейцы 87-й стрелковой дивизии, артиллерийские полки и части мехкорпусов. Именно у пятых дней они и встретили немецкие танки. Субтитры создавал DimaTorzok «Когда нас бой пошлет, товарищ Сталин, и первый маршалт бой нас поведет». Унтер-офицер немецкой армии Ганс Юрген Симон записал в дневнике вечером 22 июня. Цель операции этого дня не достигнута вследствие сильного сопротивления. На следующий день советские войска контратаковали немцев и смогли отбросить их к окраинам Устилуга. С воздуха наступавших поддерживала авиация. Из боевого донесения начальника штаба Юго-Западного фронта Баграмяна. 7.45. 23 июня. 17 самолетов ДБ-3 бомбили Устилуг. Скопление танков и бензоцистерн в лесу Северная Устилуга. Сброшено 16 тонн. Попадание хорошее. Пограничники и бойцы, оборонявшие ДОТЫ, смогли задержать немецкое наступление более чем на 5 часов. Это позволило частям советской 99-й стрелковой дивизии произвести перегруппировку. Вот отсюда части Красной Армии во второй половине дня 22 июня начали движение к перемышлям. Был сформирован сводный батальон пограничников и бойцов Красной Армии, который возглавил старший лейтенант погранвойск Григорий Поливода. Он и повел своих солдат в контратаку. Запомните это лицо. Запомните это имя. Старший лейтенант погранвойск НКВД СССР Григорий Поливода. Первый советский офицер, освободивший от немцев первый советский город. 23 июня 41-го года немцы спешно отступали под ударами красноармейцев и пограничников из советской части Перемышля. На берегу Сана они снова попали под прямой огонь двух советских ДОТов. А в тыл и фланги им ударил отряд народного ополчения Перемышля. Тоже первый в ту войну. Дальше произошло совершенно невероятное. Батальон Поливоды ворвался в немецкую часть города и завязал бой уже на территории Рейха. 23-го бои шли за город с утра до конца. А 24 июня 25-го наша дивизия уже действовала на западном берегу Сана, устремляясь в направлении на запад. Потом только приказ командира дивизии вернул нас обратно. Севернее Перемышля, в районе Рава-Руссы, немцы ввели в бой 17-ю армию. Однако командир 41-й дивизии генерал Микушев, быстро и точно оценив обстановку, ударил в стык двум немецким соединениям. Красноармейцы и пограничники отбросили противника за линию госграницы, и двинулись вперед уже по территории, собственно, Рейха. Немецкий ефрейтор Конрад Думблер вспоминал. Четыре года я в армии, два года на войне. Но мне начинает казаться, что настоящая война началась только сейчас. Все, что было до сих пор, это учебные маневры, не больше. Оперативная сводка штаба 26-й армии. Противник в течение 22-го, 23-го июня основной удар организует в направлении фронта Радым на Перемышле. Наша 99-я стрелковая дивизия отлично дерется. Перемышль в течение 23-го июня переходил из рук в руки. К исходу 23-го в наших руках. До 27-го июня немцы пытались вернуть себе Перемышль. Погибших советских солдат хоронили здесь. Мемориалов советским солдатам в городе нет. Только ДОТы напоминают о том, что было здесь в июне 41-го. 27-го июня из-за ухудшения общей ситуации на фронте советские войска и пограничники вынуждены были оставить Перемышль. Их отход прикрывали ДОТы. Нас не нужно жалеть, ведь мы бы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых поры жили, от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит за осень осень. Наши матери плачут, и ровесники молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастье, премесел. Нам досталось на долю нелегкая участь солдат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели. Поднимались в атаку, и рвали над Богом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь мы бы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова